Вместе с долгожданным релизом iOS 16, Apple выпустила новую прошивку iOS 15.7. Друзья, если вы обычно пропускаете минорные обновления iOS из-за отсутствия новых функций, то это точно должны установить, так как ваш iPhone будет работать намного быстрее и самое главное без уязвимости в системе безопасности. Безусловно, не исключено, что в этой версии iOS Apple что-нибудь испортила, но на данный момент пока ничего не могу сказать, а если вы уже успели накатить iOS 15.7 и заметили какие-либо проблемы, дайте об этом знать в комментариях. Ну что ж, давайте посмотрим, что нового iOS 15.7 и зачем ее нужно устанавливать. Буду благодарен, если поддержите меня лайком, подпишитесь на мой канал. Ну что ж, поехали! Несмотря на то, что iOS 15.7 можно установить на все iPhone от версии 6s и выше, в реальности это прошивка для моделей iPhone 6s, 6s+, 7, 7 Plus и iPhone SE. Не все владельцы iPhone 8, 8 Plus и более современных моделей хотят установить iOS 16. Каких-то по-настоящему значимых инноваций в iOS 16 нет. В таком случае вы можете установить iOS 15.7 и остаться на этой стабильной прошивке. Хотите скачать новую iOS 15.7 в надежде найти новые функции? Можете на это даже и не рассчитывать, несмотря на то, что данный апдейт относится к числу крупных. Понять, что новая прошивка направлена на исправление ошибок можно по ее размеру. Если у вас была iOS 15.6.1, то iOS 15.7 будет весить около 350 мегабайт. Кроме того, что в iOS 15.7 Apple шлифует систему и устраняет баги и уязвимости в системе безопасности, купертиносы также устранили проблему хранилища iPhone, из-за которой могло отображаться заполненность встроенного хранилища, даже если память iPhone была свободна. Также исправили проблему в Safari, которая вызывала автоматический возврат на предыдущую страницу. Приложение TV позволяет перезапустить запущенный спортивный матч, идущий в прямом эфире, перемотать его назад или вперед. Apple заявляет, что одна из уязвимостей ядра активно использовалась. Поэтому тем, кто не может обновиться до iOS 16, следует как можно скорее установить iOS 15.7. Найти iOS 15.7 можно в настройках «Основные обновления ПО». Смартфон предложит вам на выбор, установить iOS 16 или установить iOS 15.7. Лично я уже успел себе накатить новую прошивку iOS 15.7 и вам советую. Проблем особых не заметил. Если у вас есть какие-то проблемы, дайте об этом знать в комментариях. Вот такая она iOS 15.7. Что скажете, друзья? Пожалуй, на это все. Жмем на колокольчик, ставим лайк. Всем удачи и пока!